Всем привет! Сегодня 22 февраля. Я решила снять прям небольшое-небольшое видео. Почему? Почему? Оно будет просто болталка. Как бы темы такой у нас не будет конкретной. Но хочу снять видео. Вот я когда показала обзоры Веры на изделии, свои девчата изделия, очень много просмотров. Я всех благодарю. Огромное-огромное спасибо. И после этих просмотров у меня на канале буквально в течение двух дней подписалась... Сейчас я вам скажу. Очень много людей, девочки. Очень много. Вот на данный момент 16 819. Было 15 тысяч. Это 1800. К нам пришли на канал новых людей. Я хочу немножко рассказать о себе для вот этих новеньких подписчиков. Вот. Канал мой называется Татьяна Беликова. А то там был такой вопрос. А как вам попасть на канал? Нажимайте на имя, фамилия. Это и есть канал. Там будет выйти можно главная страничка. И слово видео. Нажмите на видео мышкой. И там перечень всех моих видео. Видео очень много. И есть плейлисты. Кто со мной уже давно, те люди знают, что живу я во Владивостоке. Мне 61 год. Я родилась в 58 году в Саратовской области. Город Красноармейск. Районный город. Небольшой, но очень хороший. Я там прожила 18 лет. И в 18 лет я приехала во Владивосток. С той поры, с 1976 года, я живу во Владивостоке. Я и моя сестра. Здесь у нас образовались свои семьи. Родились дети. И мы проживаем безвыездно здесь. Ну, в гости только ездим на родину. И всё. В 78 году у меня родилась первая дочь. В 80-м у меня родилась вторая дочь. Третья дочь у меня появилась в 2011 году, когда мне было 52 года. Кто хочет узнать информации побольше, как у меня появилась третья дочка в 52 года, то я вам посоветую, я не буду сейчас тут рассказывать, я вам просто посоветую. Есть плейлист «Моя жизнь с ребёнком». И там стоит видео есть. Дорогие мои подписчики, давайте с вами поближе познакомимся. Я бы вам посоветовала посмотреть это видео. И вам всё-всё-всё станет понятно. Вот. Мы живём в своём доме. Я уже сказала, во Владивостоке. Я живу с дочкой вдвоём. Мужа или папы у ребёнка нет. Вот. Ребёнок у меня находится под опекой. Я этого не скрывала никогда и не буду скрывать. Вот. Но я опять же хочу сказать, что ребёнок у меня появился, когда ей было 6,5 лет. И для моей Веры, это мой третий, третий ребёнок родной, нету тут приёмного, в кавычках или без кавычек. Это неприемлемо для нашей семьи. Он такой же родной ребёнок, как и первые две дочери. Она, ей было 6,5 лет. И с первого дня я для неё мама другого имени, у ней, вернее, у меня для моей Веры, просто нету. Нету. Ни опекун слова, ни бабушка, ни приёмная мама. Этих слов в нашей семье нет. Я родная её мама. Девочки, ну не мне же объяснять, что не тот родной человек, который дал жизнь. Да, была биологическая мама, которая дала ей жизнь. Но родная мама та, которая вкладывается в ребёнка, вкладывает в свою душу и любовь, и та, которая воспитывает. Я думаю, с этим все согласятся. Вот. Канал, я вот, у меня уже каналу, канал открылся в 15-м году, 5 лет назад. Но я им не занималась. Я начала заниматься каналом в 17-м году с мая месяца. В мае месяце я выложила в 17-м году первое видео, и до осени, опять же, я туда не заглядывала. Уже когда осенью 17-го года я выложила второе видео, вот от этого, я считаю, уже начал мой развиваться канал, девчата. Вот. Канал о чём канал? Канал, девочки, он больше, наверное, влоговый. Он канал такой, о моей жизни. Я показываю свою жизнь, свою жизнь с ребёнком, так как у нас семья состоит из двух человек. Вот я и Вера. Я и Вера. Вот это наша маленькая семья, которой мы с ней живём. Мы живём уже в обществе друг друга 9 лет. 9 лет. Я скажу, да меня все поймут. За 9 лет мы многое прошли. Прошла адаптация ребёнка. Адаптируется ребёнок не один день и даже не один год. Она у нас прошла. Прошла плавно. Без всяких каких-то там эксцессов. Вот. Всё это прошло. Пришло привыкание, пришла любовь, пришла забота. Мой ребёнок живёт так, как любой другой ребёнок. И она имеет всё то, что и любой другой ребёнок. Ребёнок ни в чём никогда не был ущемлён. Никогда. Я даю ребёнку всё, всё то, что давала своим старшим дочерям. Старшая моя дочь, она живёт здесь же, в городе Владивостоке, с мужем и со своей дочкой, с моей, то есть, внучкой. Внучке моей вот в марте будет 5 лет. Она у меня единственная внученька. Вторая дочь у меня живёт отдельной жизнью с 17 лет. С 90-х годов она уехала, заканчивала университет в городе Донецке, в Украине. После Украины она приезжала здесь, год отработала она во Владивостоке, и потом она уехала в США. С той поры она является гражданкой США, но она и гражданка России. У неё двойное гражданство. И она живёт самостоятельно. У неё своя жизнь. Вот. И живёт она в Америке. То есть, она приезжает только в гости. Приезжает, конечно, она же моя дочь. Вот. И почему я говорю? Потому что вопросы эти возникать будут. И сейчас там промелькивают вопросы. Я вот сразу уже говорю, чтобы немножко сложилась у вас картина о моей жизни. Вот. Живём мы в собственном доме. Делаю ремонт. Сажали раньше огород. Вот. У меня была операция на сердце в пятнадцатом году. Я ещё сажала огород. Но вот последние года у нас идут дожди, дожди, дожди. И дети мне сказали, всё, бросить огород. Не сажать. Поэтому упора уже на огород у нас больше не будет. Мы грядками заниматься так усиленно не будем, девочки. Я же не молодею, а только старею, как говорится. Будем отдыхать, будем на море ездить. Вот. У меня в логовых много очень видео. Очень много. Но моё любимое хобби это рукоделие, это вязание. Я очень люблю вязать спицами, крючком. Вот если бы не мои ещё глаза, подводят глаза. Вяжу я. Вот тоже вопрос там опять же начались. Таня, сколько вы вяжете? Я начала вязать в четырнадцатом году. Моя дочь ходила беременная внучкой. И я начала Ютуб открыла для себя. Светлану Берсанову открыла её канал. По её мастер-классам я начала учиться вязать. Я сама учка, девчата. Ни на какие курсы я не ходила. Спицами я вязала, у неё училась. Крючок я изучала сама, самостоятельно. Но он мне дал всё очень легко, крючок. Я не знаю, почему. Ну, мне легко вязать крючком. Да и спицами, в принципе. Там ничего сложного. Нет, была бы схема. Я люблю вязать не по описаниям, а именно по схемам. Потом ещё там такой вот тоже был вопрос. Ой, вязать вот хорошо, вязать хорошо, но вот с дешёвой пряжи, мол, свяжешь, а получается плохие вещи. Не правда, девчата. Я люблю вязать с любой пряжи и вяжу с любой пряжи. Могу вязать и кавказской, могу вязать и ализе, могу вязать и дорогущей пряжи. Лишь бы она была в наличии, я так скажу. А предпочтения у меня нет такого, что вот эти, вот этой пряжи я вообще никогда не буду вязать, а буду вязать только вот этой. Нет. У меня лишь бы была пряжа, спица и крючок. А вязать можно с любой абсолютно пряжи и можно связать красивую вещь. Нужно, правда, подобрать рисунок и спицы. Под каждую пряжу нужны определенные спицы и определенный рисунок. И тогда будет всё хорошо. Но суть не в этом. Всё замечательно и всё хорошо. На канале собрались такие позитивные у меня люди. Каждое воскресенье, каждое воскресенье в 14.00 по Москве я выхожу в прямые эфиры. Девочкам уже даже иной раз и объявлений я не даю. Они уже знают, что воскресенье Таня выйдет в эфир. Ко мне приходит очень много девчат наших, вязальная наша компания. Она всегда дружелюбная, тёплая, дружная и очень приятно проводим время. Если у кого-то есть вопросы, девочки задают, я могу ответить. Обмениваемся, кто что вяжет, кто из какой пряжи. Ну, тема вязальная в основном. Но я могу ответить и на любой другой вопрос, на любой жизненный вопрос. И для меня в этом ничего сложного нет. Если человек мне задаёт вопрос, я всегда на него отвечу. Но вот почему я сегодня решила это видео снять. Почему, девочки? Мне пришёл опять сегодня комментарий. я сейчас прям открою в телефоне и зачитаю. Пишет Наталья Платонова. Таня, не обижайтесь, пожалуйста. А, нет, не этот. Вот она вперёд девять часов назад мне написала. Наталья Платонова. Мне вас так жалко под старость себе Девчата простите меня такой геморрой с большой буквы выделила нашла для себя нашли нашли до себя бы а тут ещё ребёнок. Мне вас так жалко под старость себе такой геморрой нашли до себя бы то есть занималась бы я самой а то нашла геморрой а тут ещё ребёнок у тебя под ногами трётся. Вот вы знаете я прочитала когда вот этот комментарий меня как кипятком ошпарило. Ну вот что сказать я этому человеку написала мой ребёнок это моя жизнь это моя жизнь на что мне человек отвечает Татьяна Беликова ну не обижайтесь пожалуйста у вас же есть дочь внуки и так далее забот хватает я имела ввиду что возраст у вас такой что вашим близким пора заботиться о вас а не вам бегать по школам больницам опекам вы о себе забыли а только вера 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 ну нету слов Наталья Платонова я не знаю сколько вы у меня в подписчиках являетесь ли подписчиком кто вы откуда вы я не знаю я не знаю о вашей жизни как вы живёте имеете ли вы детей имеете ли вы чувства матери имеете ли вы хоть в доме котёнка которого вы любите я не знаю и не желаю знать просто не желаю вы понимаете я сидела я сидела девочки я вот сидела и зачитала комментарий у меня дочь взрослая 15 лет я зачитала этот комментарий ребёнку она просто посмеялась вот просто посмеялась это раз а во вторых моя вера не геморрой геморрой у вас находится в одном месте в одном месте на котором вы сидите вот там у вас геморрой и он видать вас беспокоит понимаете но моя дочь не геморрой она моя дочь боже мой сколько уже я говорила в видео не трогайте ребёнка не трогайте и что это меня жалеть вдруг вдруг она решила меня пожалеть мои родственники должны заботиться обо мне а с чего вы решили что они должны заботиться сейчас обо мне я не умирающая лебедь я не лежу с памперсом на кровати которые нужно подносить супчик с ложечки или подать кружку чая кружку воды в старости мне будет кому подать я об этом не переживаю это раз а во вторых посмотрите на меня я в здравии мне 61 год я ещё делаю своими силами ремонт в доме у меня двухэтажный дом и кое-какие работы я по сей день делаю сама вот этими ручками покрасить побелить заштукатурить потолок положить посмотрите мои видео я всё умею я всё смогу и я всё делаю не дожидаясь кого-то где непосильная для меня ноша я нанимаю работников придут и сделают и я заплачу а заплачу у меня двое взрослых детей которые мне помогают всегда они заботятся о своей маме мама не работает 45 лет на производстве я не работаю я сидела дома занималась домом хозяйством сейчас я занимаюсь своей верой и не надо моего ребёнка называть геморроем геморроем это ваши ваши но не мои дети понимаете вы меня это вот это что думал человек в возрасте когда писал это мне о чём он думал он меня пожалел не надо меня жалеть я на руках и на ногах своих а когда я буду немощная и старенькая меня пожалеют мои собственные дети вера наташа екатерина я думаю я доступ доступно объясняю девчата вот простите меня я уже говорила не буду больше говорить не буду я говорить но скажите мне хоть одна мать смолчит вот так когда её ребёнка называют геморроем это как можно я не понимаю вас я просто не понимаю у вас здесь что вот такой булыжник или чё или как и почему вы решили что мне самой до себя это моя жизнь это моя любовь моя радость это всё моё всё в вере понимаете наверное этот человек никогда никого не любил вот такое ощущение складывается что он никогда никого не любил или детей никогда на руках не держал не качал не люлюкал не тютюшкал я вот этого не могу понять я этого не понимаю если вы не обладаете чувством материнства то не надо обобщать всех под свою дудку это раз а во-вторых не надо мне писать таких комментариев мне самой до себя я всю жизнь о себе заботилась сама и позабочусь я не вызываю жалости я не инвалид я ни без руки ни без ноги я с подаянием с протянутой рукой нигде не стою чтобы меня люди начали жалеть я еще работаю на ютубе я работаю я работаю девочки я своим трудом работаю понимаете если мне не хватает я работаю я получаю пенсию у меня взрослые дети мне помогать меня жалеть не надо я очень прошу не надо мне писать вот таких комментариев вера 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 вы о себе забыли я себя никогда не забываю прежде всего мне нужно забудется о себе потому что я нужна своей вере а вера как это я забуду про веру вера мой ребенок мой ребенок вы скажите хоть хоть одна нормальная мать может забыть своего ребенка и может не переживать за своего ребенка вера 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 о чем я должна говорить о вас что ли вот там есть такая Наталья которая меня пожалела я вот этого не могу понять вот ну я не знаю девочки мы все конечно разные но прежде чем писать вот такие вот комментарии нужно 23 раза подумать подумать напишите там в мою сторону да я это просто вот и забыла я даже к себе не не прилипает ко мне понимаете не прилипает но то что связано с детьми у меня проходит через сердце мое это мой ребенок и за ребенка я всегда скажу я всегда встану полной грудью за дитя и буду ее защищать всеми силами пока я живая вот это доходит или не доходит до человека ведь уже несколько было видео несколько таких видео где я говорила не нужно трогать ребенка то не так я ее воспитываю то я ее забаловала вы балуете своих детей а я буду баловать своих она моя поэтому я ее балую понимаете я балую я балую но я знаю что в старости вот вы меня уже пожалели когда я буду старая и немощная то мои трое детей будут баловать меня так как баловала я маму свою и свою тетку за которыми я ухаживала и дети мои помогали мне в этом у них был живой пример как нужно относиться к родителям понимаете это все идет из семьи все геморрой это вообще слово-то какое выбрали я не позволю на своего ребенка так говорить не хочу я не стала вас не блокировать не удалять поговорите дома со своей совестью с душой своей вот просто сядьте и поразмыслите а вдруг с чего такая вот жалость ко мне и почему такая такое отношение к моей вере она вам что сделала она к вам кушать пришла или она к вам пришла жить что под ногами трется и вот это вот дико для меня просто дико это просто не по-людски я вам так скажу это не по-людски не по-людски писать такие вещи и выдавать это за вашу жалость ко мне вот вы знаете вот просто я уже зарекалась говорю не буду не буду говорить на эту тему не буду но вот моя душа мое сердце мне этого не позволяет вот просто не позволяет взять и не ответить на такой комментарий это комментарий не как сказать то не то что он идет не от души я не знаю какой с черной души что ли боже мой люди в войну в войну люди брали сирот когда получали стограммовую пайку и они брали детей сирот свою семью где своих семеро по лавкам и кормили всех поровну как можно такое написать девочек мои вот для меня это это настолько оскорбительный комментарий унизительный и оскорбительный не хочу больше на эту тему говорить не хочу но еще раз попрошу не трогайте веру мою не трогайте люблю балую разодеваю кахаю на руках ношу это мое личное дело потому что это мой ребенок мой я ее люблю я ее воспитываю она со мной я ее брала не заради каких-то льгот или денег или там еще что-то у людей таких мыслей бродили в голове и не у одних мне показывали вот так вот пальцем ты что делаешь твои дети выросли зачем ты берешь этот хомут на шею я отсеяла этих людей они все ушли в сторону я с ними просто не стала общаться понимаете и вот и вот это переходить снова вот в эту стадию я не хочу я уже много раз говорила я много раз говорила поймите вы ради бога что нет чужих детей нету и кто берет детей они обдумывают этот шаг не за пять минут и решение это принимается но не за пять минут я ее не брала там до совершеннолетия или еще как тут как мою крестницу сейчас взяли ей было 13 ее взяли ей ясно сказали опекуны до 18 лет а в 18 лет ты пойдешь на улицу все ну я не тот человек я ее брала в 6 лет на всю свою жизнь на всю свою жизнь меня не станет у нее останутся две сестры родных Наташа и Катя и племянница еще есть и Костя есть ее никто не бросит уразумите вы это я я вот сегодня расстроилась простите меня девчата но я я вот после этого комментария я расстроилась ведь почему почему бьют по самому больному это ведь не первый раз происходит не первый раз вера 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 да потому что это вера потому что это она моя я надеюсь я надеюсь я надеюсь на понимание людей я уверена девочки вот такие вот люди которые приходят вот так вот необдуманно обронят слово не подумавшие или я не знаю может быть специально пишут ахуне все хорошо надо ей написать пусть она поволнуется пусть она попереживает такое ощущение создается понимаете а затишье дай-ка я ей напишу не надо этого делать надо жить надо жить и получать удовольствие от жизни будьте вы все счастливы будьте вы добрее друг к другу родня это не родня между людьми должна быть доброта и мир чуть-чуть поменяется понимаете если от вас будет исходить добро к вам и будет тянуться добро а не вот это вот что ты взяла себе геморрой на голову это вообще в голове не вкладывается ну просто не вкладывается ладно девочки я пойду заниматься делами у меня сегодня даже руки ни к чему не лежат понимаете вот просто не лежат я вот настолько у меня вот связано все с детьми все проходит через меня я не могу остаться равнодушна вот к таким комментариям и я еще раз скажу мне не хочется на них отвечать но я буду это делать я это буду отвечать чтобы эти люди наконец-то поняли что язык свой ваш язык прежде чем что-то сказать нужно всегда подумать нужно подумать и очень хорошо подумать а не обижаете ли вы своими высказываниями да не меня меня это не может обидеть меня это не может обидеть а может ранить моего ребенка моего ребенка а мой ребенок ничуть не хуже вашего а может быть даже в тысячу раз а наилучше вашего понимаете все на этом видео я закончу я сегодня планировала выйти в прямой эфир думала вере говорю верочка наверное сегодня выйду в прямой эфир девочки мои дорогие кто переживал за нас всем всем огромное спасибо за ваши комментарии за то что вы смотрите меня сопереживаете я только скажу мы вот пропили антибиотики полностью завтра последнюю таблетку пьет вера в нос еще я капаю вот этот сиропчик мы выпили кашель практически перестал слава богу вчера я ее растирала натирала тройным одеколоном вот она говорит а я мама мерзла я говорю так я тебя так натерла и все равно мерзла но мы еще будем на больничном до пятницы и я думаю что мы полностью выздоровеем все будет хорошо ну а на этом девчата я желаю всем счастья здоровья пускай нас всех окутают вот так вот добрые добрые ручки и каждому в сердце по кусочку доброты положат эти ручки я ведь уверена что каждое каждого человека мама вкладывала своего ребенка доброту откуда берутся злые сердца непонятно поэтому давайте давайте каждый подумаем и каждый начнем с себя немножечко быть подобродушней подобрее на этом все мои хорошие а то я расстроилась прям вот расстройство у меня идет и все пойду чай пить и успокаиваться если у меня вот это все уляжется к вечеру то я выйду в прямой эфир всем пока пока и с вами была ваша Татьяна пока девочки мальчики 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 мальчики